Дмитрий Абикбаев Как вы подбирали актеров? Что для вас было в них самое важное? В артистах прежде всего это талант, чтобы они были трудоспособны. И, конечно, если с этим все хорошо, то тогда уже смотрим на фактуру. Фактура – это то крупный артист или худенький артист. А как проходили репетиции? Репетиции приходили достаточно напряженно, потому что у нас было не очень много времени. Но, несмотря на это, мы как одна большая дружная команда достигли, как мне кажется, неплохого творческого результата. Надеюсь, что зрители сегодня в этом убедятся. А у вас есть какие-нибудь свои уникальные режиссерские фишки? Я думаю, что у каждого художника, который искренен со своим зрителем, есть свой уникальный почерк. И главное точно знать, что все уже было, все уже создавалось до нас. Единственное, чего не было – это нас самих. Поэтому если правильно позиционировать свое творчество, прежде всего отталкиваясь от того, как ты видишь этот мир, тогда ты будешь безусловно оригинален. А как добиться от актера то, что нужно именно вам? Просто заставлять его делать, что нужно именно мне. Потому что режиссер, как любой из авторов, он что-то придумывает. Это картинка, живущая только в его голове. А дальше его работа заключена в том, чтобы заставить всех, в том числе артистов, воплотить свой замысел. А что для вас самое важное – коммерческий успех, самовыражение или всемирное признание? Я думаю, что самое главное для любого творца – это, конечно, самовыражение. И для меня оно тоже важно. Но в любом случае общественное признание – это такой серьезный стимул, который может подстегнуть людей достигать совершенно разных результатов, в том числе самых амбициозных. И, конечно, коммерческий успех – это приятный бонус. Поэтому трудитесь, учитесь и достигайте всех этих трех пунктов. Любите ли вы театр? Ну, если я в нем работаю каждый день и всю свою жизнь, то я, конечно, его люблю. Без любви невозможно быть в театре ни зрителем, ни артистом. А какие ваши ожидания от спектакля? Ожидания – удивление. Если тебя удивляет то, что сделали актеры, режиссер, авторы, если это заставляет тебя думать, если тебя это не отпускает после спектакля, значит, это, безусловно, получилось. Написал я по одной тонской причине, потому что я собрал очень много интересных и страшных историй за долгие десятилетия своей работой в водном, в частности, прокуратуре. Пока майка небесная сама у тебя свалится, а? Вот так! Что ж, что капитана разбойника взятите? А как вам пришла идея этого сценария? Сначала были у меня небольшие пролегамены. Это, в общем-то, от греческого слова идет. Это когда автор пишет небольшие произведения, рассказы, которые потом могут выливаться в большое произведение. Вот я писал такие смешные рассказы. И здесь ничего выдуманного нет. Мои многочисленные поездки в лихие 90-е по России родили это произведение. Я собирал сначала смешные документы, их огромное количество у меня, потом истории, комментарии. И после каждой поездки возвращался с каким-то небольшим рассказом. Потом появились люди с очень интересными фамилиями. Допустим, Гансо или Жан Силыч Туз там где-то должен прийти. И мне тогда издатели сказали, «Слушайте, Александр Григорьевич, а давайте мы сделаем вот…» «Вы пишете просто сюжетную прозу, а вы можете написать ироничный детектив?» «Это очень все смешно». И вот таким образом у меня родилась история с созданием этого романа, который назывался… Первое его название было «Сомнительное удовольствие», а потом «Куда смотрит прокурор». Было это приблизительно 25 лет назад, а 20 лет назад вышел роман, «Куда смотрит этот прокурор». Это третья пьеса о прокуратуре. Первая пьеса – это была «Прокурорская притча». Проханов ее поставил. Вторая была пьеса – это «Дочь за отца». «Модерния» нашла, потом она была переделана. Сейчас идет такой спектакль у Бигбаева на стриме. Когда я понял, что это социальный роман, который можно поставить в такой форме, необычной форме, гротеска, и зарастить внимание на главных проблемах, которые востребованы сегодня, это роман не о прошлом, это обращение к настоящему, к нашим гражданам, и особенно к молодежи. И я решил после этого сделать эту пьесу. Следователь Роман был в гражданской одежде, о чем свидетельствует его вид и выражение лица. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. А как вы считаете, зачем нужно ходить в театр? Ну, кому как, а я просто его люблю с детства. Я родился и вырос в Ленинграде, где были замечательные театры в 60-е годы. Вот с тех пор и хожу с удовольствием. Тем более, когда мой друг и товарищ выступают автором и сценаристом замечательного спектакля, мне просто интересно посмотреть, что же получится. А что вам больше нравится, театр или кино? Театр. Потому что он живой. А кино – это экран, а здесь живое все. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли, что вы прототип главного героя? Ну, я думаю, что главный герой в основном – это собирательный образ, который описал Александр Григорьевич. Но фамилия и часть информации, которая изложена в книге, была рассказана мной. А какие ваши ожидания от спектакля? Ну, я получил большое удовольствие от самой книги. Думаю, что спектакль будет явно не хуже, а намного интересней. Поэтому я желаю, хотел бы получить большое удовольствие от просмотра спектакля. А для чего нужно ходить в театр? Понимаете, наверное, театр – это то искусство, которое наиболее живо и приближено к людям. Потому что кино – это все-таки экран, а здесь – живое общение со зрителем. Но мы уже сыграли два спектакля на живого зрителя, живого человечка. И всегда и смех, и слезы присутствуют, и аплодисменты. Значит, людьми проверено. А сложно ли вам далась эта роль? Нет, нет. В таком коллективе поддерживающим друг друга и с таким режиссером – нет, не сложно. Ну и вообще, мне кажется, сейчас очень важно найти повод посмеяться, улыбнуться и, может быть, где-то в чем-то измениться и поступать в каких-то ситуациях иначе. А как долго вы готовились к этой роли? У меня четыре роли. Какой-то я готовилась дольше, какой-то меньше, но больше всего я переживала за роль бабки. Я играю бабушку. А какой в этом спектакле для вас был самый сложный момент? Самый сложный? Ну, наверное, это то, что у нас очень много переходов и выходов из разных кулис, очень много реквизита, которые нужно зарядить заранее, ничего не забыть. И, конечно, у меня, например, в первом акте порядка пяти или шести переодеваний, очень быстрых. Я всегда так волнуюсь, что я не успею на свой выход и до конца переодеться. Есть родина, есть люди на этой родине, есть то, чем ты нужен на этой родине и что тебе нужно от родины. О таких простых вещах и там очень много вот этих смыслов. Они очень позитивные и добрые. И умные зрители, да, разные зрители бывают. Все, я думаю, я надеюсь, что они поймут, о чем это спектакль. А сложно ли вам далась эта роль? Не, ну да, вообще сложно, честно говоря, потому что я не был, я не знал заранее, что это будет за жанр. И я такой прихожу, начинаю по кино, что мы играть. Вот я адвокат, я адвокат шкиль, да, вот сейчас у меня адвокатские дела. А в итоге я превращаюсь в этого демона, черта из табакерки. И а-а-а! Вот. Вот это, конечно, нужно было искать, привыкать, потому что там эти рога, усы, все время боюсь, что усы упадут, еще что-то. Вот. Но в целом сейчас уже не сложно. До этого было сложно. А как долго вы готовились к этой роли? Ну, еще летом с Дмитрием Олеговичем Бигбаевым у нас начались читки в июне, июле, августе. И в конце августа, в сентябре мы уже ударили прям тяжелыми репетициями с утра до вечера, день за днем. Но вот с начала лета начались читки. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Посещайте театр вместе с семьей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok